МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это телепроект сделано в России. Мы развеем миф о том, что импортные товары лучше и качественнее отечественных. Во Владимирской области есть предприятия, выпускающие уникальную продукцию. О таких производствах мы и будем рассказывать. Ведь сегодня в приоритете... Импортозамещение. 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 Здравствуйте! Этот выпуск проекта «Сделано в России» мы назвали «Нелыком шиты». Да, речь пойдет о производстве обуви. Пока на отечественном рынке преобладает импорт. Большая часть сапог и туфель завозят к нам из Китая, Турции, Юго-Восточной Азии. Это около 75%. Небольшую долю, 5%, занимают дорогие европейские бренды. А вот российские производители могут обеспечить пока лишь пятую часть общего спроса на обувь. Однако в последнее время обувное производство в нашей стране набирает обороты. Сегодня мы отправимся в Меленковский район на фабрику «Жанет». Наша цель – убедиться, может ли местная продукция конкурировать с зарубежной. Согласно стратегии развития легкой промышленности, в 2020 году более половины одежды, трикотажей и обуви на внутреннем рынке должна быть российского происхождения. Уже сейчас Владимирская область вносит свой вклад в реализацию этих планов. В Меленковском районе выпускается почти 7 миллионов пар обуви в год. То есть на каждого жителя 33-го региона приходится по 5 пар. Оказывается, вести успешный обувной бизнес во Владимирской области вполне реально. Как? Мы не только расскажем, но и покажем процесс изготовления женских сапог от А до Я. А заодно узнаем, как связаны с производством обуви миксер, пылесос и мясорубка. Для начала отправляемся в лабораторию по смешиванию ингредиентов. Посмотрим, как создается сырье для наших будущих сапог. Мастер делает замес по специальной рецептуре. Здесь важно все. От количества граммов до последовательности засыпания в чашку. Красители на фабрике только натуральные. Например, черный цвет получают с помощью самой обыкновенной сажи. Ну что, замес готов. Теперь ингредиенты отправляются в соседний цех на линию производства гранул. А здесь их ждет огромный миксер. К смеси добавляют полиэтилен и мел. Все российское. Вот только специальный севилен закупают в Тайване. Наши химпроизводители тоже пытаются наладить его производство. Так что в случае их успеха, меленковская фабрика будет полностью независима от импорта сырья. А тем временем мастер отправляет ингредиенты в настоящее пекло. 120 градусов по Цельсию. Эта масса будет смешиваться четверть часа. В одном замесе 75 килограммов. Из них можно сделать 340 пар галош весом 220 граммов каждая. Ну вот, обувной пластилин готов. Прямиком из миксера эта масса отправляется в мясорубку. Через нее будущее сырье для наших сапожек пропускают несколько раз, чтобы хорошенько перемешать. Теперь в дело вступает гигантский пылесос. Он затягивает пластилиновую массу в резервуары, где она измельчается в гранулы. Наконец, получаем готовое сырье. Гранулы ЭВА – высокоэффективного материала, как нельзя лучше подходящего для сапог. Гранулы движутся по вибрирующей линии, которая отбрасывает мусор и брак. Таким образом, фабрика выдает около 12 тонн в сутки. На сегодняшний момент одна из основных проблем российских производителей обуви – нехватка сырья, которую они вынуждены привозить из-за границы. Здесь же проблема решена. Они запустили две линии по производству гранулы этилен-винилоцитата. Это экологически чистый, абсолютно безопасный материал. Кстати, он ничем не пахнет. С вибролинии гранулы ЭВА отправляются прямиком в ЧАН, из которого будут фасоваться по мешкам. Каждый такой весит строго 25 кило. Он получает свою бирочку и отправляется в цех литья. Однако смешанную в миксере массу может ждать и другая судьба – цех вальцовки. Тут наш пластилин при температуре 70 градусов раскатывают толщиной всего в несколько миллиметров. Пласт режется на листы нужного размера. Специалисты набирают определенное количество листов, упаковывают их пленкой и везут в следующий цех – листовая ЭВА. Но это совсем другая история. А мы спешим в цех литья за нашим 25-килограммовым мешком с гранулами ЭВА. Совсем скоро они превратятся в основу для сапог. Из бочки гранул переправляют к пресс-форме. Форма закрывается, и в нее заливаются расплавленные тягучие гранулы. Основа будущих сапожек варится при температуре 185 градусов – почти 6 минут. Заготовки настолько горячие, что аж дымятся. Их надевают на специальные колодки, для каждого размера они свои, где галоши принимают правильную форму. То, что фабрика Жанет занимается именно цельным литьем – фактор важный. В цельной галоши нет швов, которые могли бы расходиться и пропускать воду. Да и каблучок тут точно не отломается. А вот и основа будущего сапога – готовая галоша. Кстати, тепленькая еще. Вы не представляете, она невероятно легкая. Пара таких не весит и 200 граммов. Она легкая, гибкая, хорошо амортизирует, а значит, удобно будет ходить. Кроме того, она устойчива к истиранию, прослужит долго. Но это только пол-дела и пол-сапожка. Раскроем маленький секрет. Наша будущая модель будет называться красиво – равенна. Ну а пока готовая галоша отбывает в швейный цех. Самое время рассказать о фабрике, на которой мы находимся. Компания Жанет работает больше 10 лет на рынке производства и оптовой торговли обувью. В 2004 году фабрика вышла на рынок литых изделий из Эва. И это решение оказалось верным. Жанет приобрела 4 литьевые итальянские машины, запустила 2 линии по изготовлению гранул. А 8 лет назад был зарегистрирован товарный знак Жанет. Компания была основана в 2002 году. На протяжении уже многих лет динамично развивается. С каждым годом объемы производства только увеличиваются. Появляется новое оборудование, появляются новые идеи. Мы пытаемся это все воплотить в жизнь. За последние годы достижение, самое важное, в связи с сложивностью кризиса в стране, то, что мы сохранили всех людей, нарастили только обороты, появились новые модели, продукции. Как бы развиваемся в направлении улучшения качества. Сегодня фабрика известна не только в России, но и за рубежом, благодаря и качеству, и широкому ассортименту. Здесь выпускают больше 70 моделей. Из них 40 – зимняя, а остальное – летне-весенняя коллекция. Эта практичная обувь предназначена для активного и спокойного отдыха, для дачи и дома, для всех времен года. Под маркой «Жанет» можно найти самые разные модели тапочек для бани и бассейна, сланцев для пляжа, садовых галош, сабо, удобных комнатных тапочек. И кто бы мог подумать, что в Меленковском районе есть такое крупное обувное производство. Взять, к примеру, тапочки. Здесь изготавливают более 800 тысяч пар в месяц. И это при том, что во всей Владимирской области живет около полутора миллионов человек. Так что спрос удовлетворен вполне. Если говорить об импортозамещении, то, во-первых, все очень быстро происходит. Производитель, потребитель. То есть очень короткие сроки поставки, что очень всех устраивает. Поэтому мы здесь более конкурентоспособны, чем импортные производители. Наша продукция более лучшего качества. Вся она сертифицированная, более легкая, прочная. Три года назад фабрика запустила производство листового материала на основе ЭВА. Эти листы как раз из того цеха вальцовки, в который мы уже заглядывали. Посмотрите, что из них получается. Например, двуслойные напольные и настенные покрытия для фитнес-клубов, спортивных залов детских садов, школ, секций и университетов. Из листов ЭВА здесь изготавливают настенные протекторы, татами, спортивные будо-маты, многослойные маты, наколенники, туристические коврики и сиденья. Самым маленьким россиянам на фабрике тоже уделяют внимание. Безопасные для здоровья, яркие коврики-пазлы для малышей, отличное напольное покрытие для детских, магнитные алфавиты для обучения буквам и цифрам, конструктор из мягкого материала и много-много другое. Сегодня компания Жанет занимает в России одну из лидирующих позиций на рынке массового производства изделий из ЭВА. Но на достигнутом не останавливается. А тем временем галоши для наших сапожек отправляются к швеям. Из какой же ткани будут шить голенище и как происходит раскройка? Сапоги Райвына состоят из трех тканей. Из флиса дублированного, из Оксфорда дублированного и стельки дублированного. Дублированные – это значит, из двух тканей состоит ткань. Вот, например, флис – это внутренность нашего сапога. Вот ткань состоит из двух слоев – из флиса и поролона. Это верх сапога состоит из поролона и Оксфорда. Ткань Оксфорд, называемая материалом будущего, выбрана не случайно. Это прочная ткань из нейлона или полистера со специальным покрытием, которое обеспечивает водонепроницаемость. Далее ткани для нашей пары отправляются в цех раскройки, где их уже ждут металлические формы. Для каждого размера и модели они, конечно же, свои. В этом цехе – финал нашего путешествия. Сюда уже доставили и отлитую галошу, и вырубленные детали для голенища сапога. Нашим помощником и проводником теперь будет мастер швейного цеха Наталья Суботина. Пока детали раскладываются по моделям и размерам, для будущего сапога уже готовится резинка. Мастер с помощью лекала – трафарет иным словом. Готовит коллегам послание. Отмечает на голенище места, куда следует пришить резинку. По низу рисуется чертежка для вставки галоши. Конвейер запущен. Деталь отправляется на втачивание резинки. Поехали! Идет заготовка дальше у нас. Не успеваем мы и дыхание перевести, как голенище, готово. Прежде чем стачать галоши, нужно закрепить голенище слегка вместе. Для мастерицы это дело нескольких секунд. Теперь очередь за стелькой. Затем приклеиваем галоши в подошву. Вставляем, прижимаем, заправляем все швы. Все, и начинаем пришивать галоши. Вот так на наших глазах специалисты фабрики Жанет легко и красиво сшили пару женских сапог. Проверять качество контролера, то есть высоту, размерность, совпадает ли. Готовые сапоги пакуют и укладывают в коробки по 10 пар, ассорти по размерности. Кстати, львиная доля размеров 38 и 39. Именно для таких ножек чаще всего в России и покупают женскую обувь. А наша коробка заклеивается и получает свою этикетку. Грузчик увозит продукцию на склад, откуда она отправляется в магазины. А вот и готовая пара. Женские сапожки Равенна. Кстати, это абсолютно новая коллекция. Этих моделей покупатели еще не видели. Какие требования мы предъявляем к обуви? Качество, приятный внешний вид, долговечность и стоимость. Всем требованиям Равенна точно отвечает. Конечно, это не хрустальные туфельки для золушки, но и задача была другая. Демисезонные сапожки для нашей российской осени. Отличный, а главное, своевременный вариант. И размерный ряд широкий. От 36 до 41. На любую ножку. И вообще, со стереотипом о том, что в России не умеют шить качественную обувь, давно пора прощаться. Скоро мы и себя обувкой обеспечим, и за границей угостим. Ну, если сейчас считать Украину за границей, то мы уже там работаем. Плюс работаем в Белоруссии, очень плотно компания Евроторг, которая постоянно у нас заказывает. В планах к нам обратилась компания Декатлон, которая уже приезжала представитель, смотрели наше производство, оценивали. В планах хотят заказывать, размещать у нас заказы, заказывать изделия и поставлять уже в Европу. На данный момент проходим сертификацию на европейское качество. А как будто именно в стране может появиться наша Россия? В любой стране Евросоюза. Ну что ж, подводим итог. Программа импортозамещения в обувной промышленности уже сейчас не только пожелание, но и реальность. Более того, владимирские производители готовы не только вытеснять иностранных конкурентов с нашего рынка, но и обувать придирчивых европейцев. Вы купили новые сапоги Вера? Да вот еще не решила Людмила Прокофьевна. Вам нравится? Очень вызывающие. Да? Я бы такие не взяла. Значит, хорошие сапоги надо брать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова